Курск А это обладатель гран-при и премии в 35 тысяч рублей. За плечами Александра немало высоких наград. Главным является не победа, а участие. Потому что ты приезжаешь на конкурс, ты анализируешь ошибки других, учишься на них. Сам добавляешь что-то новое в игру. И таким образом ни премия, ни победа не является главным конкурсом. Из семи курских исполнителей четверо стали лауреатами третьей степени. Сергей Щетинем даже дважды за соло и дуэт. Есть такая школа Абаянская, по-моему так называется, она в Курской области. Там просматривается довольно хорошая работа преподавателей. Там хорошие детки были, они отличались от остальных. А чтобы было еще больше поводов для гордости, Валерий Рудской предлагает пригласить академических преподавателей. Для огранки наших самородков. У нас есть только музыкальный колледж, один и все. А в большинстве городов, таких вот, которые сюда к нам приезжают и которые имеют успех, есть все-таки академии искусств, то есть высшую, чем все, или консерватории. И соревноваться с этими вещами трудно. В следующем году в нашей области будет проходить фестиваль имени Гридина. А в 2016-м юные баянисты вновь соберутся на конкурсе. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, Телеканал 7.